Глава десятая Беда не приходит одна. Мы еще не успели и половины пути пройти до плавбазы, а нам по рации сообщили, что Алиут попал в аварию. Пока мы возились со снятием акул из камней, наша плавбаза решила перебазироваться. Той ночью Алиут проливом Литки переходил за уходящими на север китами в Алюторский залив. Пролив Литки довольно широк, от 25 до 45 миль. И только в одном месте суживается косой, далеко выступающий от середины западного берега острова Карагинского и образующий северный берег бухты ложных вестей. Конечно, для любого маломальски грамотного судоводителя переход не представлял особой опасности. Видимо, так считал и Вахтенный, второй штурман, допустивший грубейшую ошибку. Он не принял во внимание дрейф судна к востоку под влиянием постоянного в этом месте течения. Алиут оказался в опасной близости от косы и задел днищем каменистую мель. Дело было жарким, дорогостоящую плавбазу можно было потерять, если не принять срочных мер. От ударов из крежета, доносившихся откуда-то снизу, на ноги вскочил весь экипаж. Заработали насосы, откачивая воду, появившуюся в междудонном пространстве. Матросы тащили доски, мешки с цементом. Вся команда в авральном режиме боролась за спасение своего судна. Обо всех подробностях произошедшего мы узнавали практически в тот же момент, так как наш радиотелеграф работал беспрерывно. «Сглазил нас кто-то, похоже», – уверенно заявил Толян, когда мы, стоя возле радиорубки, слушали последние новости. «Никогда еще такого не было, а в этом рейсе, одно за другим. То мы винт потеряли, потом арест флотилии, опять нам досталось, потом трудфронт и теперь это». «Не взглази дело», – уверенно говорит дед. «Слышал, чего в газетах пишут. Половину начальства нашего во Владивостоке пересажали. Враги народа. И флотилию нашу в разгар сезона с задержкой в месяц вывели на промысел. И то же самое по рыболовам и краболовам. Оттого и беды наши. За месяц сто китов можно было добыть или даже больше. Погоду упустили. Все стада ушли, а теперь мы за ними гоняемся в шторма и плохую погоду. Оттого и аварии. Разобрались уже, у нас невиновных не сажают. Полностью поддерживаю, – подозрительно глядя на деда, высказался я. Порторг я или покурить вышел? Но разговор мне этот не понравился. Полетят шапки на олеуте. Хорошо, что хотя бы Ирка не должна пострадать. Она простая медсестра, но что-то все же неприятно кольнуло в груди. Я живо поставил себя на место накосячившего штурмана. Еще каких-то несколько месяцев назад Витька Жохов штурманом и числился. Но сейчас я второй помощник, а в кораблевождении только верхов нахватался. Я бы олеут вообще в степи Средней Азии вывел, если был бы на его месте. Вы, товарищ Ашуров, комсомолец, а несознательные разговоры ведете? Конечно, враги, кто же еще? Но компетентные товарищи разберутся. Будьте уверены, все по справедливости будет. Не по справедливости, а по закону, поправил меня дед. «Именно что по справедливости должно быть», — возразил я ему и тут же удачно ввернул пример, прочитанный мною в одном из конспектов Бивнева. Не помню, правда, кто из классиков его приводил. «Ну вот, смотри, дед, взять, к примеру, капиталистов. У них же тоже законы есть? Есть. Но вот справедливые ли они? Рабство было законным? Да. Колониализм был законным? Да. Угнетение рабочих и крестьян при царизме были законными? И тоже да. Законность — это признак власти, а не справедливости. Но тем и отличается наш советский строй, что мы стремимся к справедливости и равенству. Есть враги? Если есть, то их найдут и накажут. А непричастных и невиновных оправдают. Наш советский суд — самый справедливый и гуманный суд в мире». «Ну ты выдал, Витька», — усмехнулся капитан, который тоже стоял с нами в ожидании вестей о судьбе плавбазы. «Сразу видно. Порторг». «Ну дык, стараемся соответствовать высокому званию», — ехидно ответил я. «А вы, товарищ капитан, шли бы на мостик. И вообще, просветите народ, чего нам теперь-то делать». «Чего делать?» «Идем без задержек и остановок к базе. Сказали прибыть как можно скорее и при необходимости оказать помощь». Грустно ответил капитан. «Похоже, охоты опять не будет». «А чего там с повреждениями Алиута? Сезон продолжить сможем или все? Закрылась лавочка?» Подключился к разговору боцман. «Хрен его знает. Они еще даже смели не слезли», — честно отвечаю я. «Насколько я помню, потому что в мое время говорили во Владивостоке, Алиут вполне успешно будет работать еще много лет, а значит, утонуть не должен. Хотя, кто его знает». «Наш китобоец полным ходом шел к плавбазе, и для того, чтобы к ней прибыть, нам предстояло обогнуть почти весь полуостров Камчатка. Процесс снятия Алиута с мели я увидел воочию. Мы как раз подоспели вовремя. Наш капитан-директор решил снимать плавбазу с камней передним ходом. Замеры глубины показали, что мель держит Алиут за корму. Сзади глубины были недостаточные, а вот впереди глубина была хорошая, что позволяло Алиуту сразу же уйти от опасности. Для верности капитан распорядился дать еще и дифферент на нос, чтобы корма легче сошла с камней. Согласно устава, действующего на торговом флоте в этот момент, такое решение требовало согласования с замполитом, что ему было сделано. Теперь за судьбу судна отвечало два человека. На мостике капитан-директор сам встал за машинный телеграф. Тяжко заработал винт, выталкивая из посеревшей на рассвете у тробы моря мощную кильваторную струю. Судно крупно задрожало и тотчас загромыхало под килем. Казалось, что база еще дальше наползает на каменную гряду. Но капитан знал, что делает. Под днищем еще грохотало, а все уже увидели едва ощутимую качку плавбазы с носа. В последний раз гулка грохнула от днища, и Алиут вырвался из-за подни. На мостике появились мастера, механики. Доложили, что в трюмах пока сухо. Признаков повреждения жировых и водяных танков нет. Продукция, кажется, не пострадала. Но в междудонном пространстве вода пребывает, несмотря на усиленную работу насосов. Палубная команда уже разворачивала на палубе тяжеленный пластырь. Старпом с боцманом командовали заводской стрелой, подготовкой оснастки. Заводить пластырь вслепую – дело ненадежное, и поднырнуть под Алиут, и поточнее определить характер и место пробоин отправили водолазов. Работали быстро, но без лишней суеты, прислушиваясь к командам капитана, который, свесившись над бортом, время от времени переговаривался с водолазами. Пластырь поставили точно по месту. Он надежно перекрыл пробоины в днище, и Алиут взял курс на бухту Карага. Плавбазе предстоял ремонт, и справится ли команда своими силами или нет, и еще предстояло узнать. «Это ж как сильно корпус поломало», – сокрушался Стармеха Леута, когда мы доставили его на базу. «Ребята говорят, что шесть ящиков ставить надо будет. Считай, на пару недель встали. Ящики-то сварганить и цементом их заполнить не проблема, а вот бетону еще прочность надо будет набрать». «Цементировать будете?» Я составил Стармеху компанию. Нужно было повидать Ирку, да и Замполит теперь от меня не отстанет. Очередное партсобрание, посвященное аварии, мне пропускать было нельзя. «Ну а как еще-то? Под днище не проберешься. А бетонирование – это самый надежный способ. Ребята у меня рукастые. Сделаем так, что потом их хрен надерут во Владивостоке. Времени только жалко. Если хочешь, Витька, приходи, посмотришь, как делается. Нужно это знание для моряка. А ты, небось, и не видел такого никогда». «Приду, конечно, интересно, если нас на охоту не отправят. Я за эти пару недель специалистом скоро стану по снятию судов с мели и по заделке пробоин», – согласился я. «Мне и вправду интересно было. Только вот как бетон на металле держаться будет? Не размоет его?» «Санта по себе не будет, конечно», – согласился опытный судовой механик. «Тут правильно ящик сделать надо. Закончишь свои дела, приходи, сам все увидишь». В тот день я свои дела закончить не успел. С женой даже не успел увидеться и был пойман в сети партсобрания, которое, несмотря на то, что нужно было аврально работать над восстановлением базы, продлилось несколько часов. Парт-актив как с ума сошел. Я слушал, и только диву давался. Звучали требования о немедленном возвращении во Владивосток. План выполнен только на 87%, и товарищи активно разоблачали виновных. На месте бедного второго штурмана, который был в злополучную ночь на вахте, я бы сразу пошел и утопился. То, что участь его предрешена, было понятно всем. В их словах, конечно, были искры здравого смысла, но именно что искры. Они упирали на аварийность базы, потерю одного из китобойцев, а также на то, что самому Алиуту требовалась бункировка углем и водой. И если воду можно было набрать попутно, то уголь можно было достать только в бухте Провидения или Петропавловске, до которых еще предстояло дойти. А уголь база жгла каждый день, несмотря на то, что стояла на ремонте. Длинные речи, наполненные гневными обвинениями, вызывали головную боль и изжогу. И самое главное, потрачено время было впустую. Решение так принять и не удалось. Собрание перенесли на завтра. Единственное, что приняли единогласно, это то, что энтузиаст и авангард должны выйти на промысел и усилить свою работу, если угля хватит. В этот день из всех присутствующих молчали только я и замполит. «Добрый вечер, Марина Карловна. Как поживаете?» Поздоровался я с главврачом всей оплавбазы, когда наконец-то смог вырваться и пришел забирать свою жену с рабочего места. «Хватит работать уже. Муж вернулся. И он не накормлен, не обстиран, не обогрет и не приласкан. Пострадавших при аварии не было, но медики дежурили в лазарете, так как работы велись активно и могло случиться всякое». «Явился, не запылился муженек». Как всегда, доброжелательно поздоровалась со мной и о тещи. «Неужто про жену вспомнил? Или писюн зачесался? А мне тут доложили, что вы уже несколько часов назад прибыли. Ты что же это, поганец? Для жены даже минутку найти не можешь. Как зашел в столовую, так тебя больше и не видели. Ну-ка, признавайся, кобелина, где был? С официантками шаш не водишь? Я тебе твой блудень отчекрыжу и на шею вместо амулета повешу, если хоть намек от кого услышу». «Несознательная вы женщина, Марина Карловна?» Возмущению моему не было предела. «Как вы такое даже думать можете?» «Не зря в народе говорят, по себе людей не судят. Все у вас какие-то извращения и разврат в голове. Только о писюнах и блуднях разговоры. Мужика вам надо». Зря я так, конечно. Одеревенел на своем китобойце. Ловкость и быстроту потерял. Вот и попал. В этот раз от летящего в мою голову толстого медицинского справочника я увернуться не сумел, а потому и момент, когда бегемот пошел в атаку, я пропустил. Выскакивать из кабинета уже было поздно. Ох и тяжелая у нее рука. Уже поздно ночью мою шишку и разбитый нос лечила Ирка. Индивидуально, можно сказать, на дому. В лазарет мне вход теперь надолго заказан. Даже если мне ногу или голову оторвет, лучше подорожник приложить и ватку. Быстрее выздоровею. Там же меня теперь из-за нозы и до смерти залечат. Она же за меня переживает, беспокоится, оправдывает жена свою начальницу, прикладывая мне кусок льда к лбу, на котором вырастал рог единорога. Я же вижу, сердце у нее не на месте. Это я тебе верю, а она не знает, какой ты хороший. И она хорошая. Руки у нее не на месте, обоснованно возражаю я, стоически терпя процедуры. Это не руки, а копыта. Ударила так, как будто лошадь легнула. А хорошая она бывает, только когда зубами к стенке спит. Еще бы немного, и ты бы вдовой осталась, или при мужа импотенте. Это еще хорошо, что ты вовремя пришла. Бедненький, но ты сам виноват. Зачем ты с ней так грубо разговаривал? Какой привет, такой и ответ. Я с ней вежливо разговаривать начинал, а она ругаться начала, грубить. И вообще, ты за кого? За меня или за нее? Меня, понимаешь, облаяли, справочником в лоб кинули, нос разбили, а я еще и сам виноват. Вообще нормально. Все, ухожу ночевать на китобойца. Ты наказана. Я сделал слабую попытку встать, но Ирка не дала, закрыв мне рот своим поцелуем. Наказан был в итоге я, причем несколько раз. Никакого почтения к раненому герою. И кто только научил. А сам же и научил на свою голову. Калиуту было не подойти. Пластырь трогать пока не рекомендовалось, и значит, бункировка энтузиаста откладывалась. Делать было абсолютно нечего, и я воспользовался приглашением старшего механика взглянуть на проведение аварийно-восстановительных работ. В трюме вовсю разводили цемент, готовили опалубку, и сейчас оставалось установить ящики всего на две пробоины. Капитан-директор самолично излазил все междудонное пространство, определив место для цементных ящиков, и следил за их установкой. Механики и матросы действовали грамотно, четко и умело. Ящики делали из металла, приваривая их прямо над местом пробоины. Мягкий пластырь держал воду, а значит, можно было сделать все основательно и надежно. Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно. Процедура выглядела просто, но это только казалось. Старший механик, которого я встретил, пояснил мне, что и как. В целом, организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом. Установить мягкий пластырь на пробоину изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь. Борт в районе пробоины тщательно очищают, делают внутреннюю опалубку, ящик вокруг пробоины, вокруг жесткого пластыря, состоящую из четырех стенок и крышки. Над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик, большего размера, состоящий только из четырех стенок, без верхней крышки. После закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором и сверху заваривают накладными листами. Я все тщательно рассмотрел и даже помог мужикам переносить ведрами раствор. За этим процессом меня и застал замполит. «Жохов? Молодец, Виктор, а то у нас привыкли только языками чесать. А чтобы пойти и помочь, так нет. А чего это у тебя с лицом?» «Темно тут, товарищ замполит. Ударился случайно», стал оправдываться я, но замполит мне не дал договорить. «Аккуратнее надо, Виктор. Ты давай сходи, наверное, в лазарет, но на собрание не опаздывай. Сегодня надо принять решение». «Ага, там меня в лазарете и закопают. Прямо между коек и в стальную палубу», подумал я, но возражать не решился. «Нужно рвать отсюда когти, пока начальство чем-нибудь еще не озадачило». Сегодняшнее партийное собрание было уже похоже на вакханалию людоедов. Только сегодня ночью к Олеуту подошел пакетбот и привез прессу. На нашу беду статьи там были как раз про Владивосток и объявлено о завершении следствия по очередному делу право троцкистского блока. Наше собрание, состоящее, казалось, из адекватных, по отдельности, людей, требовало расправ и крови. Газеты зашлись в извержение потоков ненависти и проклятий. Были опубликованы стенограммы открывшегося в Москве процесса. Смертные приговоры всем подсудимым вызывали приступ кровавой эйфории. Сегодня взял слово изомполит. В отличие от многих, он говорил по-деловому и конкретно. Комиссар флотилии не позволил себе опуститься до истеричных призывов к бдительности и скоропалительному выявлению врагов народа. «Приказ капитан-директора обязывает нас закончить ремонт китобазы через неделю. Мы, большевики, не согласны с этим, так как считаем, что ремонт можно закончить быстрее. Вот вы правильные вещи говорите, товарищи. Ну а делом доказать, что коммунист готов идти до конца, вы почему не хотите? Сегодня я был на месте аварийных работ, и никого из вас я там не увидел. Только один человек там трудился наравне с механиками и аварийной командой. Молча, без лишних слов, просто пошел и стал помогать. Виктор Жохов, которого мы не так давно приняли в кандидаты, получил там травму, но работу продолжил. Почему же вы не там? Предлагаю завершить собрание и продолжить его только после устранения аварии. За дело, товарищи! Все эти деятели только мешали механикам и матросам. Но уже через полчаса партсобрание в полном составе трудилось в трюме и на аварийном участке. Я же, как пострадавший, от работ был отстранен замполитом и читал привезенные газеты. Волосы на моей голове поднимались от тихого ужаса. Маховик репрессий во Владивостоке набирал ход. Из газет я узнал, кого взяли, а над кем нависла зловещая тень. Арестован управляющий Крабомор Звер Треста, начальник политотдела Треста и секретарь порткома, председатель обл. исполкома, секретарь горкома. Городская портконференция опубликовала обращение к вождю всех народов. Но мы признаем, товарищ Сталин, что еще многое не сделали, чтобы до конца притворить в жизнь твои указания. У нас недостаточно быстро проходит ликвидация последствий вредительства, плохо выполняются хозяйственные планы, до конца не доведена очистка своих партийных рядов от замаскировавшихся врагов народа. Зря я, конечно, читать это все начал. Меньше знаешь, крепче спишь. Не читайте советских газет, товарищи, если хотите душевного спокойствия. Глава 11 Дела же на Алиуте шли с большим скрипом. Одного старания команды явно не хватало. Для заделки пробоин использовался обычный цемент, и быстро набирать прочность он категорически не хотел, несмотря на взятые партколлективом обязательства. Уголь заканчивался, энтузиасты и авангард уходили на охоту каждый день, но при этом угля нам отсыпали впритык. Мы больше не могли себе позволить идти далеко и искать китов в перспективных местах. Блуждание вдоль побережья Камчатки, недалеко от стоянки базы, особых успехов нам не приносило. В день на переработку доставлялось 2-3 кита, что, конечно, было несравнимо с тем, как мы работали раньше. Требовалось срочно пополнить запасы Алиута, а для этого необходимо было осуществить переход в бухту Провидения. Обстановка накалялась. Руководство вело активную радиопереписку с Владивостоком, требуя доставить уголь прямо к стоящему на ремонте Алиуту, пока им не разрешили взять 700 тонн с проходящего мимо углевоза у Элена. Что такое 700 тонн? Для маленького китобойца неподъемный груз, а для плавучего завода, который еще и является маткой для судов своей флотилии, капля в море. Но, тем не менее, угля теперь хотя бы ненадолго, но хватало. У Элена была загружена не только углем, пароход был забит заключенными и конвоем. От капитана углевоза, который был знаком с нашим, мы теперь знали о необычном оживлении на линии Владивосток-Бухта Нагаева. За короткую летне-осеннюю навигацию в эту северную охотоморскую бухту теперь доставляли бесчисленные тысячи заключенных. Для этой цели дали строем фрахтовались пароходы, трюмы которых сразу же переустраивались на тюремный манер. С решетками, запорами, нарами. За прибрежным увалом в Котловине, как на дрожжах говорят, рос новый город Магадан. А из него на север гнали этапами невиданное множество людей. На таежные прииски, в ледяные штольни рудников, за желтым колымским золотом. От былой веселости на плавбазе и китобойцах не осталось ничего. Все ходили мрачные и задумчивые. Через неделю Алиут тронулся в путь. Все пробоины были надежно заделаны, бетонные ящики держали напор воды, и можно было продолжать промысел. Но прежде нас ждала военно-морская гавань, устроенная для снабжения кораблей советского флота, в маленькой бухте Комсомольской, которая как раз и располагалась в огромной бухте Провидения. Как обычно, мы шли замыкающими в колонне. На море опять опустился туман. Гнетущая атмосфера, напряжение трудного перехода и неизвестность, в которую мы идем, делали наш путь нерадостным. Кому это было бы на руку? Конечно, врагам народа. И кто, как не они, устроили так, что флотилия свернула работу? В проведении в бункеровке нам отказали. Взятого с Уэлья на угля надолго не хватило. Мы простояли в яме семь дней, а потом каким-то чудом наш капитан-директор раздобыл разрешение на загрузку полутора тысяч тонн угля и получил распоряжение перебазироваться в Петропавловск, куда обещали доставить припас. Снова мы в пути, но теперь идем обратно вдоль камчатских берегов. Все понимают, что это конец. План мы так и не выполним. На море шторма, а киты ушли. Отдельные экземпляры, которые встречаются нам иногда на пути, безжалостно истребляются в отчаянной попытке наверстать упущенное. «Чего-то будет», — грустно говорит мне Толик, когда мы с ним вдвоем сидим в бочке в отчаянной попытке найти попутных китов. «Как думаешь, Витя?» «Тебе-то чего переживать? Пусть у начальства голова болит», — ворчу я в ответ. «Ты, Марсовый, от тебя ничего не зависит. А то, что что-то будет, даже не сомневайся. Пока мы были в рейсе, все начальство почти во Владивостоке сменилось. И нам тоже прилетит. К гадалке не ходи». «Может, наверстаем?» — обреченно спрашивает меня Толик. «Да как тут наверстаешь-то?» — в отчаянии махнул я рукой. «Ты китов видишь? И я тоже нет. А нам до выполнения плана нужно набить еще больше шестидесяти. Трудфронт на ремонте, мы без угля. И максимум, на что мы можем рассчитывать, это на охоту в Авачинском заливе. И то из Петропавловска туда будем ходить. А там китов нет. Мы же оттуда потому и ушли. У нас месяц остался. И если даже, это по самым лучшим прогнозам, будем добывать по три кита в день, то не успеем». «Ну так-то да, конечно», — грустно соглашается со мной Толян. «План в полтора раза увеличили в этот сезон. Если бы он такой же, как в прошлом оставался, мы бы как раз успели». «Если бы у бабки был хер, она бы деткой была», — зло отвечаю я Толяну. «Всем на это похер. План мы не выполним, это факт. Ты вот чего нагнетаешь? Смотри давай, китов ищи. Ну дишь тут мне на ухо. Без тебя тошно». В Петропавловске Алиут встал. Угля не было. Как я и предполагал, теперь на промысел нам приходилось выходить из этой бухты. Наше начальство стало готовить подушку безопасности для своих задниц загодя, понимая, что по возвращению во Владивосток с них спросят как с полноценных. Я ощущал это на партсобраниях, которые теперь проводились практически ежедневно. Сейчас речи замполита и ставшего присутствовать на собраниях капитан-директора сводились только к одному. С 20-х годов, ввиду вредительских и откровенно враждебных действий уехавшего в лагеря бывшего начальства, они якобы вволю насмотрелись на всякие хозяйственные несуразицы и теперь понимают, в какую непомерную цену иной раз обходится малограмотная ретивость бездарных чиновников-вредителей. К ней они, в частности, относили и ничем не оправданный ежегодный рост плана убоя китов. За каких-то пять лет он подскочил в два с половиной раза, и при этом никто не задумывался. А что же будет через пять-десять лет? В последнее время, наблюдая ход промысла в районах моря, еще недавно изобиловавших китами, наше начальство якобы начинало понимать, что главк ошибся в расчетах на долголетнюю щедрость природы. Почти полностью исчезли синие киты и блювалы, а резко уменьшились встречи с финвалами и горбачами. Правда, удалось почти удвоить число загарпуниных кашалотов. Но ведь завтра и кашалотов станет меньше. Наши парцобрания составляли протоколы, решения и обращения к вышестоящему начальству, а я чувствовал своей задней точкой, что мое участие в этих сборищах добром не кончится. Глубокой ночью наш китобоец пришел с добычей, одним небольшим бутылконосом, и без замедления собирался уходить обратно в море, чтобы к утру поспеть на место промысла, находившаяся милях в ста или немного более от бухты Моржовой, где раньше стоял Алиут. Находящийся там авангард сообщил нам по рации, что набрел на стадо кашалотов и надеется на хорошую охоту, тем более, что ясное небо предвещает хороший день. Тихая команда отдали концы, и китобоец, развернувшись в бухте, пошел к выходу в море. Сейчас на мостике стоял только я и рулевой. Капитан спит, он и так работает сейчас за троих, а я уже настолько освоился, что могу самостоятельно швартоваться к Алиуту и отходить от него. Как только мы оказались у выхода в бухту, я перевожу рычаг телеграфа на полный вперед, и китобоец пошел быстрее по шуршащей воде. В штурманской рубке штурман записывал время отхода и курс, который я ему сообщил. Над морем стояла луна, и поэтому казалось, что мы идем по серебряной, чуть шлестящей дороге. Эту ночь я почти не спал, но спать и не хотелось. Мой организм привык к нагрузкам, а на вахте мне оставалось стоять всего около часа. Мы шли параллельно далекому берегу Камчатки. Скоро солнце взойдет и будет видно. Пока же легкий туман подымался от воды, а с юга тянул явственно теплый ветерок. Восток чуть светлел, было очень тихо. Прошло еще немного времени, и капитан сменил меня на вахте, а я пошел по мостику на бак. Моя пушка все время требовала заботы, и сегодня я надеялся хорошо из нее пострелять. Мы еще не дошли до места предполагаемой охоты, а на горизонте появились первые фонтаны. Кошелоты резвились и выпрыгивали из воды. Не думаю, что они делают это от нечего делать. Скорее всего, киты хотят избавиться от мучающих их паразитов, так называемых китовых вшей, которые при помощи своих крепких когтей прицепляются к коже кита и разъедают целые участки. Они десятками гнездятся в каждой складке кашелота, в каждой царапине, а царапин и ранок у него много. Но они так крепко вцепляются в кожу кита, что даже на палубе олеута их приходилось отрывать клещами или же поливать пресной водой, которая для них является ядом. Тупорылые чудовища чуть не полностью выпрыгивают из моря в воздух и грузно шлепаются набок. Я у пушки, а наш китобоец полным ходом мчится к замеченному стаду. Толик шустро карабкается по вантам в бочку. Пока мы подходили, кашелоты успели нырнуть, показав свои гигантские хвостовые лопасти. Китобоец застыл на месте. Я знал, что кашелоты ныряют надолго и не торопился. Солнце растопило остатки утреннего тумана, далеко справа были видны горы, покрытые снегом, океан был тих и ласков, ветерок чуть рябил его поверхность. Я нервно хожу возле пушки, время от времени поглядывая то на мостик, то на бочку, но они пока молчат. Прошло уже полчаса, а кашелоты не появлялись. Это ничего, значит, они охотятся. Я уже заметил, что чем дольше кит находится под водой, тем дольше он затем находится на поверхности и тем больше выпускает фонтанов. Была на исходе 32-я минута, когда мы заметили несколько огромных черных теней, выплывавших из глубины на поверхность. Они поднимались почти вертикально и тут же застыли, часто выпуская фонтаны. Отдышаться им надо, а значит, наше время пришло. Кашелоты лежали неподвижно на поверхности, а я медлил с выстрелом, хотя цель была близко, всего около 30 метров от китобойца. Нужно было выбрать кашелота покрупнее. Одинаковые они почти, но вот тот, который левее всех, кажется, немного больше остальных. И я, поправив прицел, стреляю. Гарпун попал хорошо, немного позади и чуть ниже грудного плавника. Удачный выстрел. И моя цель застыла, а потом кашелот сильным рывком двинулся вперед. Взрыв гранаты внутри него заставил кашелота покачнуться, но не сдаться. Он сильнее рванулся вперед. Линь мягко шуршал, пробегая по блокам. Митька и я готовили пушку к следующему выстрелу. Толян остался в бочке. Он непрерывно ведет наблюдение за другими особями, чтобы их не упустить. Мы оба знаем, что это опасно, но он сам предложил, и я не смог ему возразить. Кашелотов жалко, но людей, которые могут пострадать из-за невыполнения плана, мне жаль, чем многократно больше. Кашелот застыл на месте, покачиваясь на легкой зыбе и пуская частые фонтаны. Заработала лебедка, осторожно выбирая линь, и я снова у пушки, готовой ко второму выстрелу. Сейчас стреляю только я, но Митька понимает всю серьезность ситуации и не возражает. Подошли чуть ли не вплотную к лежавшему на поверхности Кашелоту, и второй гарпун покончил с его мучениями. В этот раз мы действуем очень быстро. Боцман и его команда обрезают линь возле гарпуна и насаживают Кашелота на флаг. Слава богу, это не полосатый кит, и его сейчас не надо накачивать воздухом. Мы торопимся. Товарищи убитого гиганта не успели далеко уйти, а значит, охота не закончена. Мне никто не лезет под руку. На китобойце гробовая тишина. Команды выполняются с полуслова и жеста. С капитаном мы сработались так, что ему и говорить ничего не надо. Митька уже заряжает пушку, а Толян требовательно указывает на горизонт. Перевожу бинокль на других Кашелотов. Они отошли в сторону, но пока в пределах досягаемости. Следующий Кашелот обездвижен с первого выстрела. Двигаться он не может, позвоночник перебит, но он еще дышит кровавыми фонтанами, фыркает и сопит. Чтобы его добить, нужно либо зарядить пушку и стрелять снова, либо пришвартовать его к китобойцу и добить пикой. Но рядом еще киты, и я принимаю тяжелое решение. Этому киту придется помучиться перед смертью. Обрезаем гарпун и втыкаем флаг в еще живого Кашелота. Нам нужно снова идти на кровавый промысел, пока есть такая возможность. Я стараюсь не смотреть на погибающего. Эта группа дала нам еще трех Кашелотов, которые были убиты первым же гарпуном. Только тогда остальные нырнули и исчезли. Посовещавшись с капитаном, мы принимаем решение собрать китов и оставить их вместе на воде, а самим идти дальше в район, обозначенный авангардом. Китов мы подберем на обратном пути. Но на месте, обозначенном нашим собратом-китобойцем, китов не нашлось. Время шло, а мы бестолку жгли дефицитный уголь в поисках фонтанов. Ветер крепчал, порывами пошел дождь со снегом. «Ну что, Витя, домой?» обратился ко мне капитан. «Тут, похоже, ловить нечего, а скоро погода окончательно испортится». «Да», согласился я, кутаясь в штормовку. «Пойдем добычу подбирать тогда. Если шторм начнется, можем всех и не собрать». Мы ходко направились назад, как вдруг заметили кошелотов, которые тоже уходили нашим курсом. Кошелоты по сравнению с полосатиками очень медлительны, и китобоец всегда в состоянии нагнать их, даже если они ранены и напуганы, что мы без труда и сделали. Кошелоты как кошелоты, ничего необычного. За исключением того, что их было чертовски много. Первого из этих кошелотов мы добыли минут через сорок, и снова мне понадобился один гарпун, а второго еще через пятнадцать минут. Казалось, стадо шло, не замечая потери своих бойцов и пристроившегося в хвост колонне убийцу. Нужно сказать, что кошелоты шли, вытянувшись в кельватор друг к другу, шли у самой поверхности, изредка пуская фонтаны и отфыркиваясь. Они совершали переход и не кормились. Решили их преследовать, а убитых оставить на флаге. В продолжение следующих шести часов мы убили еще девять кошелотов, всякий раз стреляя по последнему, и только ночь спасла оставшихся от гибели. Рекорд Алиута побит. Шестнадцать китов сегодня взял наш китобоец за одну охоту, потратив двадцать гарпунов. Я теперь официально лучший гарпунер флотилии. Да что там флотилии, всего союза, пожалуй. Но на душе у меня было пусто и погано, а физически я вымотался настолько, что не мог даже руками шевельнуть, чтобы зачехлить пушку. Пожадничали. Трое из этих шестнадцати остались на флагах живыми. А дотащить их всех до Алиута мы точно не сможем. Это значит, что в погоне за выполнением плана мы впустую погубили нескольких китов. Да даже если мы и возьмем всех добытых китов на буксир, то до базы будем идти не менее двух-трех суток. За это время туши могут испортиться, несмотря на то, что они болтаются в холодной воде. «Чего грустный такое, Витя?» капитан сам спустился ко мне на бак и дружески хлопнул по спине радостно улыбаясь. «Уроды мы!» «Зачем столько стреляли?» Азарт мозги задурманил не иначе. «Всех не найдем и тем более не дотащим», устало сказал я. «Всех и не надо, подбираем последних и уходим», улыбнулся капитан. «Авангард уже три часа назад вышел нам на помощь и с ним портовый буксир». Первых они уже к буксиру швартанули. «Ты свое дело сделал, Витя, ты большой молодец». «Остальное моя забота. Иди отдохни, ты сутки не спал». «Сколько авангарда сам сегодня взял?» поинтересовался я успехами коллег, только для того, чтобы поддержать разговор. В моих ушах до сих пор раздавались звуки выстрелов, взрывов гранат, а перед глазами стояли кровавые раны, из которых толчками выливалась кровь. «Троих они всего взяли», хмыкнул капитан. «Нет у них на борту Витьки Жохова». «Нам просто повезло, а три это тоже нормально», возразил я. В голове быстро сложился расклад последних дней добычи, которому я прибавил сегодняшний результат. Получается, что для выполнения плана по добыче нужно добыть всего 15 штук китов. Если добывать хотя бы по три кита в день, то за пять дней мы добьем гадский график. Но это нам, китобойцам, а Алиут, если эти киты покажут хороший результат пожиру, могут и сегодня закрыться. «Ты что, не рад, что ли?» капитан обеспокоенно смотрит мне в лицо. «Ты не заболел часом?» «Устал просто», успокоил я своего начальника и, можно уже смело сказать, друга. «Не мудрено, зря я тебя ночью на вахту поставил», с досадой сказал капитан. «Но все, иди спи, Толян с Митькой тут сами разберутся». Алиут встречал своих героев криками «Ура!» стоящая в ковше и ожидающая бункировки плавбаза оживала прямо на глазах. На обоих разделочных палубах скрипели лебедки, визжали пилы и орудовали своими ножами раздельщики. База заканчивала переработку тех пяти китов, которых ранее притащил портовый буксир. Возле борта на воде покачивались еще туши. Авангард, таща на прицепе всего четверых кашелотов, пришел в гавань раньше нас. Я стоял возле пушки и смотрел на ликование людей, некоторым из которых сегодня наш китобоец возможно спас жизнь. Вот оба норвежских гарпунера, которые стоят на палубе Алиута, заметили меня и то, что я на них смотрю, и с уважением приподняли свои шапки. Такой чести не удостаивался пока никто на флотилии. Гордые скандинавы меня приняли если не лучшим, то точно равным себе. Вот Ирка машет мне рукой с кормы, а в рубке стоит все начальство, и в честь нашего китобойца над негостеприимной бухтой разносится протяжный гудок Алиута. Возможно, не все еще потеряно для флотилии советских китобойцев. Глава двенадцатая Угля нет от слова совсем и план нам не выполнить. Алиут не добрал всего несколько тонн о китобойце трех китов. Стоим на приколе в Петропавловске, ожидая бункировки, после которой идем во Владивосток. Все мои трудовые подвиги и усилия двух оставшихся китобойцев разбились о суровую реальность. Недалеко от нас стоит трудфронт и благополучно приведенная им в порт Акула. Оба судна заканчивают ремонт. Вообще странная ситуация с китобойной флотилией сложилась. Тот же трудфронт, починить который в условиях порта можно было всего за неделю, ремонтировать начали, только тогда, когда заделали пробоину Акуле, и тем выбили китобоец из работы до конца промысла. А ведь он пострадал, оказывая помощь аварийному судну. Да и повреждения были, не сказать, что очень уж тяжелые. А если бы трудфронт еще хотя бы неделю назад, хотя бы раз вышел на охоту, то мы бы справились. Ну а теперь стоим, не зная, куда себя деть от безделья. Витя, идешь сегодня на берег? Толянна водит марафет. Вместе со своей спутницей они снова идут в кино. Опять в кино, кривлюсь я. Сейчас в прокате «Остров сокровищ». Фильм очень творчески переработанный в конве мировой революции и от книги отличается так же, как Илья Муромец от Д'Артаньяна. Начать тут надо хотя бы с того, что бескорыстные герои ищут клад для покупки оружия ирландским повстанцам. Снят фильм интересно, но с моей точки зрения очень наивно. Да и постановки боев со спецэффектами подкачали. Ну вот, например, финальные сцены, когда два толстенных пирата дерутся на ножах и мастерски попадают по коротким клинкам друг друга, стоя на одном месте и фехтуя ими как шпагами. Да тут даже шестилетний пацан, хотя бы раз смотревший фильмы с Джеки Чаном, будет от души ржать, давясь слезами. Юнга Джим тут на минуточку совсем даже не мальчик, а зрелая женщина 31 года от роду с сиськами почти второго размера, переодетая в Юнгу. И ладно бы кого покрасивее нашли, но ведь что в образе Юнги, что в образе красавицы, актриса, прямо скажем, на любителя. Кино, конечно, можно посмотреть, тем более, что я раньше его и не видел. На раз, как говорится, но не каждый же день. А Толян тащит меня туда уже пятый раз. Ну да, а чего еще делать, удивляется Толя. Делать действительно нечего. Все, что можно было на нашем китобойце от Драйана до Блеска, все отремонтировано, на вахте стоят всего три человека, а остальные ищут себе занятия как могут. Нет, Толян, я не пойду, тем более Ирка сегодня дежурит. Я лучше на рыбалку. Опять с Чукчей этим, с издевкой усмехается Толян. Никакого почтения к коренным народностям у этого бледнолицего нет. С Алиутом, а ты, балбес, сам-то кто? Мордвин, примерно так же, как Чукчей звучит. Только вот от того, что он азиат, а ты европеец, умнее него ты не стал. Как был дурним, так им и будешь до конца жизни. Какая разница, Чукча, Алиут, русский или Мордвин. Главное, что он мужик отличный и знает многое. Он на китов еще тогда на одной байдарке ходил, когда тебя у мамы с папой еще в проекте не было. Ну и интересный интересный товарищ оказался. Ив Невыт зовут дедушку, но все его Ваней называют, да и он себя так уже кличет. Если уж честно, то рыбалкой я и не занимался. Я просто сидел рядом со старым Алиутом и с интересом слушал его рассказы. Я много слышал, что раньше китов добывали с весельных вельботов, кидая в них гарпун, но первый раз именно от него узнал, что Алиуты добывали китов обычными стрелами, выпущенными из лука или короткими костяными дротиками. И кита мог добыть всего один охотник. Вооруженный луком с отравленными стрелами или дротиком, китобой приближался в своей легкой кожаной байдарки киту на расстоянии выстрела, выпускал в него несколько метательных снарядов и затем отправлялся к берегу и дожидался смерти кита. Далеко не всегда труп кита выбрасывался именно туда, где находился охотник. Иногда его относило или он уплывал за десятки миль. Но если его все-таки выбрасывало волнами на берег, то метки на наконечниках стрелы дротиков указывали виновника смерти кита и ему оставляли лучшие части выброшенного гиганта и в первую очередь уз, как наиболее ценный продукт промысла для алиутов. Ваня ждал меня на берегу. Его байдарка, сделанная из деревянного каркаса и обтянутая кожами севучей, лежала рядом. Он был одет в длиннополую парку из меха морского котика. Поверх нее была надета камлейка, глухая непромокаемая одежда из кишок морских животных с рукавами, глухим закрытым воротом и капюшоном. Края капюшона и рукавов затянутый шнурками из жил. На голове Ваня носил деревянную шляпу конической формы без верха. Ваня, сидя на камне, курил трубку из моржовой кости и на его покрытом морщинами и обветренном лице не было видно никаких эмоций. Долго ты, Виктор, много рыбы сегодня не поймаем. Кто много спит, тот плохо кушает. Вместо приветствия на чистом русском языке выдал мне Алиут. Извини, дела были. Ну что, поехали? В моих руках удочка. Обычная, бамбуковая, точно такая же лежит в байдарке. Это мой подарок старому Алиуту. Когда я первый раз его увидел, то поразился тому, чем он добывает рыбу. Его удочка была сделана из каких-то обрезков, скрученных между собой жилами, а в качестве лески использовался китовый уз. Именно это меня тогда и заинтересовало и заставило подойти поближе, а потом и завести разговор со странным рыболовом. Сегодня куда пойдем? Давай в залив выйдем? Спросил меня Алиут, даже не сдвинувшись с места. Выходить в залив на утлой байдарке, сделанной из веток и шкур, не хотелось. Сегодня был свежий ветер, и даже в гавани ходила неприятная волна, а в заливе будет еще хуже. Но старик вполне уверенно управлялся свеслом, и его байдарка казалась неподопляемой. Она была закрыта со всех сторон, и только два круглых отверстия, куда ей нужно было садиться грибцу и пассажиру, оставались открытыми. Своё непромокаемое одеяние, сшитое из внутренности, старик обычно выпускал наружу, и если байдарку даже захлёстывали волны, внутрь вода не попадала. Я задумался. А чёрт возьми, почему бы и нет? А давай, только чего мы там поймаем? Ничего, спокойно отвечает мне старик. Показать тебе кое-что хочу. Ты говорил, что вам надо три кита. Так вот, я покажу тебе, где их взять. Чрезвычайно заинтригованный и, честно говоря, борясь со своим страхом, я молча полез в байдарку. Я уже более-менее изучил характер старика за время знакомства и знал, сейчас больше слова из него не вытянешь. Он говорил только тогда, когда сам считал нужным. Иногда меня это даже бесило. Задаёшь ему кучу вопросов, а в ответ тишина. Но потом он обычно сам начинал говорить и говорил очень интересно, рассказывая про жизнь и промысел Алиутов. Старик явно скучал. Насколько я знаю, в окрестностях Петропавловска не было поселений Алиутов и, как Иван попал сюда, было загадкой. Тайну, которой старик не спешил раскрывать. Утлая и узкая байдарка резала волны своим загнутым носом. Старик мерно ворочал веслом с двумя узкими лопастями, а байдарка как будто на моторе ходка шла к выходу из приютившей китобойцы бухты. Как на качелях мы то поднимались вверх, то опускались вниз, покачиваясь на водяных гребнях. То и дело нос зарывался в волну, окатывая нас брызгами, но основной удар моря принимал на себя старик, сидящий впереди. Его тело выступало как волнорез, и мне доставался только небольшой соленый душ, с которым успешно справлялась моя штормовка. Наши удочки были привязаны с правого борта, а с левого к байдарке был приторочен костяной дротик и метательная дощечка. Куда тебя Витя несет? Вот какого хрена тебе больше всех надо? Надо было сегодня на Алиут к раздельщикам идти, а не по морю на байдарке кататься. Сейчас бы брагу пил, да в домино резался или в карты. Да вот того же Митьку в очередной раз обудь бы не мешало, а то расслабился мой помощник, забыл, как под столом кукарекал. Но нет, вместо этого я плыву черт знает куда с сумасшедшим стариком. Смотреть на хрен знает что. Адреналина, которой я в последние месяцы ел большой ложкой, что ли, не хватает? Нужно срочно идти и каяться к доктору Бегемоту. Пусть она шила из моей задницы наконец-то достанет хирургическим путем. Она давно грозилась, и вот теперь я сам для этого созрел. Ваня, далеко еще. Мы уже почти три часа хер знает куда плывем. Куда ты завел нас, Сусанин? Тронул я за плечо старика. Ты может задумался? Или мы к тебе на историческую родину едем к Калиутским островам? Только ты имей в виду, там уже Америка, загнивающая за границей с капиталистами и буржуями всякими. И это, я туда не согласный, у меня жена молодая. Почти на месте, рассмеялся старик. Да Америки не доплыли. Да ты обернись, мы же ушли недалеко, ветер мешает. Я так и сделал. Ну точно, совсем рядом со входом в гавань, а я думал, что мы уже в открытом море. У страха глаза велики, вот и мне показалось, что мы черт знает куда уплыли. И стоило ради такого результата напрягаться, удивился я. Это место, наверное, с сопок видно. Стоило. Смотри вперед. Чуть развернув байдарку, старик мне дал возможность увидеть хоть что-то еще, кроме его спины. Как только передо мной открылся обзор, я увидел на расстоянии не более мили от нас великолепный двойной фонтан. Прямо возле берега паслось небольшое стадо гладких китов. Семь-восемь голов и почти рядом со входом в гавань. То, что это гладкие киты, не вызывало сомнений. Только вот что за вид конкретно? Лопасти хвоста у этих китов были значительно длиннее и более заострены. Я хорошо рассмотрел это, так как один из китов как раз нырнул и несколько раз взмахнул хвостом в воздухе. Именно взмахнул. Видно, трудно ему нырять, что приходится применять столько усилий. И не мудрено, ведь гладкие киты по существу мешок с салом, толщина сала у них доходит до пятидесяти сантиметров. «Етическая сила, вот это да! Давно они тут?» в восторге спросил я у Алиута. «Они вчера пришли и скоро уйдут. Хотите китов, берите их сегодня или завтра», спокойно отвечает мне старик. «Сейчас тут косяк сельди, но он уйдет, а за ним уйдут киты». Байдарка не перестает плыть вперед. Мы уже близко от одного из китов. Мне ясно видно все его тело с резко сужающимся хвостовым стеблем и громадными лопастями, которыми он чуть шевелит. Мы подошли совсем близко к нему, но кит пока не собирается нырять. На нас он не обращает внимания и продолжает лежать неподвижно, пока мы обходим его. «Возьми меня с собой, Виктор. Я хочу бросить гарпун в своего последнего кита и спокойно умереть», заявляет мне старик, обойдя на байдарке стадо и повернув ко входу в гавань. «Я знаю, вам киты нужны, и вы придете за ними. Вот и возьми меня с собой». «У нас нет угля», кусая губы, говорю я. «И хочется, и колется, как говорят». «Угля действительно нет. Если поскрести по сусекам, то, может быть, на один китобоец и наберется, да и то только для недолгого выхода, но это время. Хотя надо, конечно, попытаться». «Зачем вам уголь? Я видел у вас шлюпки и вельботы. Возьмем их, как в старину брали. Я раньше ходил на американском китобойце, мы всегда добивали китов шлюпки, а эти, которых мы сейчас видели, они глубоко и надолго не ныряют, можно взять и так. Да не умеем мы, нет у нас ручных гарпунов, а если бы и были, то мы ими никогда не пользовались. Они же нас или по морю растащат, или поубивают к херам собачьим, возражаю я. Да и не хочется мне в деревянной шлюпке рядом с этими гигантами оказаться, когда их убивать начнут. Тут и на стальном китобойце бывает страшно до чертиков, а вот так, как старик предложил, вообще. Ты боишься, Виктор? Решил взять меня на слабо старик. Так вам нужны киты или нет? Гарпун есть у меня, старый, но надежный. Возьмите его и сделайте себе такие же. В вашем огромном корабле есть кузница и хорошие мастера, а гарпун ничего особенного из себя не представляет. Если все правильно сделать, то никто не пострадает. Нужно только много гарпунов, крепкий канат и несколько надутых шкур нерпы. Ты же видишь, они подпускают к себе близко. Нужно метнуть гарпуны всем вместе и выкинуть из лодки канаты со шкурами. Они не дадут киту далеко уйти и нырять. Чем больше шкур гарпунов, тем меньше у тебя еще есть время, Виктор. А пока плывем назад. Не боятся только дураки и покойники Ваня, слух сказал я, про себя подумал. Ну и такие как ты, сошедшие с ума дебилы. Назад мы добрались меньше, чем за час. Я сидел в байдарке и напряженно думал. По сути, вот они, три недостающих кита в каких-то нескольких милях от флотилии. Но вот только как их взять? Они близко к берегу. Обычно мы на китобойцы так близко и не подходим, боясь повредить судно. Черт. Да и ладно. Приду сейчас и доложу начальству. А там уже пусть они и сами решают, что делать. В конце до концов именно они по шее получат в первую очередь. На берегу Алиут молча протянул мне какой-то сверток. Я раскрыл его. Там лежал ржавый наконечник от промыслового гарпуна. Взглянув на Алиута, я заметил его смеющийся взгляд. Он точно сумасшедший. А может он решил умереть с гарпуном в руке и отправиться в страну предков с чистой совестью? Все может быть. У них, у Алиутов как раз и процветает анимизм, религия, основанная на почитании духа предков и одушевленности всей природы. Держи, Виктор, это тебе подарок. Если решитесь, я буду ждать на этом месте. А если нет, то забери гарпун себе. Мне он больше не нужен. Фу! Тяжело выдохнул я и, посмотрев на Алиута внимательным взглядом, быстро зашагал к месту стоянки флотилии. Сейчас предстояло что-то решать, А пока мне нужно быстро добраться до Алиута. В кают-компании Алиута экстренно собранное совещание. Сейчас мы решаем, что же делать. Моя информация о том, что на расстоянии вытянутой руки от нас имеются киты, сбудоражило сонное царство. Все три капитана-китобойцев, три гарпунера и все наши начальнички сплавбазы сейчас тут. Я рассказал все. И о том, что киты скоро уйдут, и о том, что они близко к берегу, и про предложение старого Алиута не забыл упомянуть, выложив перед собой на стол ржавый промысловый гарпун. Такой шанс нельзя упускать, слово взял замполит. Если все, как говорит Жохов, то мы можем за сегодняшний день поставить жирную точку в добыче и со спокойной совестью переходить во Владивосток. Так-то оно так. Только вот даже если мы один из китобойцев сможем бункировать, то это грозит нам аварией и потерей еще одного судна. По словам Жохова, они слишком близко к берегу, выступает капитан-директор, задумчиво крутя в руке ржавый гарпун. А вот высылать вельбота и шлюпки с ручными гарпунами опасно. Я такой приказ отдать людям не могу. Нужно вызвать добровольцев, настаивает замполит. Он очень возбужден, его глаза горят. Дело, конечно, опасное, но ведь коренные народы Севера до сих пор так охотятся на китов. Такие гарпуны наша мастерская за ночь сделает, в любом количестве. А буи, на которых на флагах оставляют китов наши китобойцы, вполне заменят накачанные шкуры нерп. Карпунеры китобойцев пойдут за старших, они же и будут бить китов. Они справятся, им не раз приходилось добивать пиками подранков. Да и потом, если всю команду вельботов снабдить винтовками и выстрелить залпом, то это без сомнения ускорит и облегчит добычу. Да, раздельщикам придется быть аккуратными и провозиться дольше обычного, выискивая пули в тушах. Но так на три-то кита можно и расстараться. Я сам пойду на одном из вельботов. Норвежцы переглянулись между собой, а потом и перекинулись парой слов, после чего лучше всех говорящий на русском Хауген выразил их общее мнение. «Мы не ходить, пушка стрелять нету, наша работа нету». «Кто бы сомневался», — хмыкнул Рогов, капитан трудфронта, взглянув на своего гарпунера. «Я тоже пойду, вместо Хаугена. Давно хотел попробовать бить китов, как раньше били». «Ну вот и отлично. Рогов, Жохов и я идем за гарпунеров», — торжественно подытожил замполит. «Товарищ капитан-директор, прошу считать этот выезд на охоту инициативой партийной организации. Также прошу вас дать срочный заказ на изготовление гарпунов и выдачу добровольцам огнестрельного оружия. Мы должны выйти затемно». «Так я и был назначен добровольцем. Язык мой, враг мой. Чего мне стоило про этих китов промолчать?» «А теперь инициатива вовсю имеет своего инициатора. И ведь не откажешься теперь». Из команды Алиута и трех китобойцев на опасный промысел вызвались идти все коммунисты и комсомольцы. В кузнице Алиута ударными темпами ковались и точились гарпуны, шлюпки и вельботы готовились к плаванию. Завтра команду флотилии ждала опасная и интересная охота. Так, как охотились на китов сотни лет до появления гарпунных пушек.